Всем крипто привет! С 25 июня по 1 июля торги по биткоину большую часть времени проходили между уровнями 5700 и 6300 долларов. Покупатели растеряли все позиции, которые они завоевали в конце позапрошлой недели, но 29 июня цена неожиданно скорректировалась вверх. Любопытно, но за резким ростом не стояло никаких новостей, чисто технические факторы. Но новости все-таки были и сработать они могут на перспективу. Опять подняли голову крипто-оптимисты. Группа исследователей пришла к выводу, что с появлением биржевых инвестиционных фондов ETF цена биткоина может оказаться в диапазоне между 25 и 44 тысячами долларов. По мнению сооснователя криптовалютного хедж-фонда блоктауэр Ариппола, основным драйвером ралли станет именно приток институциональных инвесторов, ожидаемый в конце текущего года. Сентябрь станет переломным, считают специалисты. В свою очередь Артур Хейс, генеральный директор популярной криптовалютной биржи BitMEX, также уверен, что к концу года цена биткоина достигнет 20 тысяч долларов или даже 50. А еще, по данным исследования компании Ipsos, интерес к криптовалютам и блокчейну скоро удвоится, как минимум в Европе, Австралии и США. Тем временем растет интерес к футболу прямо здесь и прямо сейчас. По этому поводу Альпари продолжают проводить футбольный конкурс. За подробностями переходите в нашу группу ВКонтакте. Социальная сеть Facebook объявила о пересмотре полного запрета на рекламу криптовалют. Рекламодатели смогут размещать контент о криптовалютах и сопутствующих темах, кроме ICO. Но предварительно нужно получить разрешение на публикацию рекламы, предоставив кучу информации о своем бизнесе. Решение остается, конечно, за соцсетью, но лед тронулся. Возможная прибыль перевесила риски. А теперь о земном. Вслед за американским вузом наш освоил блокчейн-технологию. Финансовый университет при правительстве РФ в Москве будет хранить дипломы выпускников на блокчейн. Первая партия уже загружена. Для каждого диплома создан уникальный идентификатор с личными данными. Это защита от того, что записи будут созданы третьими лицами. Работодатели же благодаря этой технологии смогут быстро проверить подлинность диплома. Вот так, дорогие выпускники, учитесь на совесть, на крипто-совесть. А теперь прогноз на текущую неделю от Владислава Антонова. Повторюсь, что фундаментальных факторов для роста нет. Участники рынка заняли выжидательные позиции, предпочитая вообще ни на что не реагировать. 29 июня покупателям удалось пройти важный уровень 6300 долларов с точки зрения технического анализа. Пробой этого уровня им открыл дорогу к 6900. Единственное, что после срабатывания защитных стопов по коротким позициям покупатели отказываются проявлять активность. Если уровень 6150 устоит, то на текущей неделе со 2 по 8 июля вполне можем увидеть краткосрочный ралли к зоне 6900-7000 долларов. Если цена опять опустится ниже 6150, то вновь возрастут нисходящие риски падения цены до 5550. Появились сигналы к повышению цены эфириума, но еще рано говорить о развороте. Потенциал к росту есть до 542 долларов. Перед тем, как эфир подорожает к доллару, скорее всего цена еще раз сходит к 400 долларам. На текущей неделе со 2 по 8 июля ожидаем от пары эфириум-доллар снижение до 390 долларов и закрытие недели в районе 427. Если покупатели сумеют преодолеть отметку в 480 долларов, то про снижение котировок можно забыть. В этом случае целевым уровнем выступит отметка 542. За минувшую неделю Ripple подешевел на 2,8%. Если на текущей неделе давление на биткоин вновь усилится, то курсы Ripple двинется к уровню 36 центов. Закрытие недели Владислав Антонов ожидает на уровне 41 цента. 29 июня покупатели биткоина пробили трендовую линию. Сейчас они пытаются переломить ситуацию, чтобы прорваться к уровню 6800. Если у них это получится, то Ripple вместо падения подорожает вслед за биткоином. В этом случае сопротивлением выступит уровень 49 центов. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и следите за обновлениями. Мы обязательно поделимся с вами интересной информацией. До встречи!